Налоговая реформа Зеленского и Минфина, почему ее назвали антиахметовской Законопроект, который предусматривает налоговую реформу, могут принять до конца месяца В документе прописан ряд положений, которые могут навредить бизнесу Рената Ахметова Об этом говорится в материале РБК «Украина. Дружба по расчету» Как Ахметов выстраивает отношения с властью В апреле Кабинет министров решил пополнить бюджет через налоговую реформу Так чиновники предлагают увеличить ежегодные поступления на 50-60 миллиардов гривен Изменения в налоговой Кодекс разработал Минфин по инициативе Банковой Рада может принять их в первом чтении на пленарной неделе с 29 июня по 2 июля В законопроекте номер 5600 предусмотрены нормы, касающиеся разных отраслей Но больше всего на слуху повышение ренты на добычу железной руды В правительстве хотят поменять базу расчета налогообложения и привязать ренту к мировой рыночной цене Больше половины руды в Украине добывает холдинг Митинвест Сейчас с тонны добытой руды Предприятие платит немногим больше 2 долларов При цене на руду 180-200 долларов Минфин предложил шкалу, согласно которой, если цена на руду ниже 100 долларов по индексу China Plats, это 3,5% Если от 100 до 200 долларов, это 5% Если больше 200 долларов, 10% Это абсолютно обоснованная шкала, которая позволит украинцам получать больше от своих ископаемых, объяснил изданию глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, СН Сам он не видит потенциала для обсуждения шкалы в сторону снижения Соратники Ахметова эти изменения не одобряют Против норм о ренте в законопроекте выступает и Арселор Метол, и Форекспо, и все остальные производители руды, говорит нардеп Муса Магомедов До того, как избраться в парламент, он руководил Авдеевским коксохимическим заводом, входящим в холдинг Метинвест По его словам, подход к расчету ренты от индекса и установления шкалы – это правильное решение Но в нем есть пробелы, которые следует исправлять В качестве базы взят самый отдаленный рынок – Китай Хотя многие украинские добывающие руду предприятия с Китаем даже не работают В основном железорудное сырье продается внутри Украины или в Европу Почему они должны ориентироваться на Китай? Что интересно, корректировку на стоимость доставки решили не учитывать, а она достаточно высокая В среднем 30-35 долларов за тонну Так неправильно, сказал изданию нардеп Он добавил, во следующем году прогнозируют существенное падение цены на железорудное сырье Ниже 100 долларов за тонну Без корректировки на стоимость доставки отрасль серьезно пострадает Поэтому нужна формула расчета, работающая и на подъеме рынка, и на падении В законопроекте прописан еще ряд положений, которые могут навредить бизнесу Ахметова Это и отмена льгот при аренде земли для горнодобывающих предприятий И введение акциза для возобновляемых источников энергии Но все они бьют по нему не так сильно, как норма о ренте на руду Ранее РБК Украина писала, что бизнесмен Ренат Ахметов не считает себя олигархом В его пресс-службе заявили, что он крупнейший украинский инвестор